Здравствуйте, уважаемые подписчики, с вами на связи Артем Уточкин, и в этом видео мы поговорим о разнице между таким элементом, как докрутка, я его чуть позже вам покажу, и ударом по свече. Я решил сделать не одно видео, я решил сделать целую серию видео, в первом видео сегодня мы поговорим о разнице между этими двумя элементами, во втором видео мы поговорим о непосредственно технике удара по свече, потому что работая со многими любителями, я обратил внимание, что имеются проблемы в технике удара по свече, и в третьем видео мы поговорим непосредственно о технике докрутки. Итак, чтобы вам было понятнее, о чем мы сейчас будем говорить, давайте посмотрим, что такое докрутка. Докруткой называется в профессиональном настольном теннисе серийный топ-спин по мячам, которые летят примерно на высоте, грубо говоря, метр или немного выше. Посмотрите, как это делается. То есть, докрутка это серийный топ-спин по высокому мячу. Удар же по свече более, я думаю, знакомый любителям, но все равно давайте посмотрим, как выполняется удар по свече, чтобы вы сразу же почувствовали эту разницу. Итак, как вы поняли, по мячам, которые идут высоко, на идут такой средней высоты, выполняется в современном профессиональном настольном теннисе, чаще выполняется топ-спин. Сейчас я поясню, почему. Когда мячи летят выше, то есть отскакивают выше полутора метра, то есть полтора-два метра от стола, по таким мячам выполняется удар. Вообще, как появился такой элемент, как докрутка? Просто в какой-то момент сильнейшие спортсмены мира, они, когда их стали отгонять в среднюю и дальнюю зону, они перестали применять свечи и в большей степени стали применять такой более низкий мяч. С чем это было связано? Это было связано с тем, что по более низкому мячу, который идет примерно на высоте головы, по нему достаточно трудно бить. То есть при ударе происходит много ошибок, потому что удар должен выполняться у нас сверху вниз, чтобы он получил свой максимальный эффект. А если мяч идет недостаточной высоты, то при выполнении удара сверху вниз, естественно, он пойдет в сетку и приходится бить в более горизонтальном направлении. И, соответственно, здесь происходит много ошибок. То есть, когда стали кидать такие более низкие мячи, те, кто отгонял соперника в среднюю и дальнюю зону, они вынуждены были выполнять вот такого топ-спин. То есть более стабильный, но в то же время и более надежный. И тем, кто играет в средней и дальней зоне, им в какой-то степени легче выполнять вот такую вот накидку средней высоты по топ-спину, потому что ее выполнить на самом деле несложно. Тут как бы вращение топ-спина, которое приходит на того, кто кидает, оно способствует тому, чтобы вот этот элемент был выполнен. По удару же кинуть на высокий мяч тяжелее, потому что удар идет без вращения, он идет плоский. И траектория мяча без вращения, она более неконтролируемая, его тяжелее обработать. И поэтому, соответственно, в целом свечку кинуть тяжелее, чем вот такую вот накидку по топ-спину. Поэтому в современном настольном теннисе, когда вы смотрите матчи звезд, вы можете увидеть, что в большинстве случаев, когда один спортсмен отгоняет другого, то вот того спортсмена, который отогнали, он не свечку кидает, а вот делает такие накидки, а второй выполняет серийный топ-спин. Также, когда тот спортсмен, который отходит в среднюю или дальнюю зону, выполняет накидку, и на него идет топ-спин, ему легче перейти в контратаку. То есть ему гораздо легче, чем по удару выполнить контр-топ-спин и как бы завязать такую игру из средней зоны на встречных курсах, так называемую перекрутку. Именно исходя из всех этих преимуществ накидки, вот такой вот более низкой спортсмены стали использовать чаще ее, и поэтому вот этот элемент, он как бы так активно, можно сказать, вошел там последние 20-25 лет на настольный теннис, такой элемент, как докрутка, и часто используется. И в третьем видео данной серии мы поговорим о технике данного элемента. Теперь мне бы хотелось немножко затронуть тему, по каким все-таки, более конкретно, по каким мячам вам, вам в вашей практике стоит бить, а по каким докручивать. Смотрите, если мяч идет на вас такой вот более горизонтальный, да, то есть он стукается, стукается и поднимается примерно на высоту вашей головы, и причем если он стукается где-то на дальней части стола, то по такому мячу однозначно выполнять стоп-спин, потому что вы по такому мячу не сможете. Он, во-первых, этот мяч отгоняет вас достаточно далеко и не имеет достаточной высоты для удара. То есть если вы отходите от стола, скажем, на метр и пытаетесь отсюда выполнить удар по мячу, который подскочил на высоту вашей головы, то у вас очень велик риск ошибиться при таком ударе. При туп-спине же здесь риск ошибиться минимальный, но, естественно, легче будет и вашему сопернику, но и вы в то же время не ошибетесь. О тактике доигрывания таких мячей, опять же, повторюсь, поговорим в третьем видео. Когда мяч идет на дальнюю линию стола и поднимается на уровень вашей головы, то по нему нужно выполнять туп-спин. В принципе, даже уже по полету мяча, который идет на вас, можно поделить, какой он высоты будет. То есть если мяч летит примерно на высоте где-то полтора метра от стола, то, естественно, от вашей половинки не отскочит очень сильно вверх. То есть, еще раз, если мяч идет более горизонтальный, то по нему выполняется серийный туп-спин. Давайте еще раз буквально пару моментов посмотрим на практике, чтобы вы этот момент закрепили. Если же на вас идет более высокий мяч, который летит до того, как стукнется на вашей половинке на высоте 3-4 метров, то, соответственно, он стукнется на вашей половинке и отскочит выше вашей головы. Здесь у вас как раз появляется отличная возможность для того, чтобы провести уже более мощный удар по свече. Как я сказал, удар по свече выполняется не в таком горизонтальном направлении, он выполняется в большей степени снизу вверх. То есть, такой у него более вертикально должен быть направлен мяч. О технике, опять же, эту алименту мы поговорим в следующем видео. Но вы должны знать, что если мяч отстакивает высоко, выше вашей головы на полметра и более, вы уже можете по этому мячу спокойно пробивать. Как я уже сказал, для соперника, который на вас кидает свечку или на вас кидает накидку, когда он кидает свечку, для него будет труднее, если вы проведете именно удар по свече. Что касается длины этого мяча, то тут, в принципе, если мяч идет высокий, тут, в принципе, без разницы, отскакивает мяч где-то в центре стола или отскакивает на краю стола, потому что вы в любом случае можете сделать удар, но, конечно, легче всегда выполнять элемент как докрутку, так и удар по свече, когда мяч стукается где-то в центре вашей половинки, то есть он получается не очень длинный, потому что если длинный мяч вас отгоняет от стола, по нему элемент выполнить в любом случае труднее. Но просто бывают такие ситуации, когда мяч, если отскакивает в центре вашей половинки, и он даже летит не свечкой, а такой накидкой, то все равно бывает, возникает такая возможность, что за счет того, что вы стоите близко к столу, есть возможность провести такой более вертикальный, направленный сверху вниз удар и сразу же выиграть очко. Еще один момент, о котором хотелось бы поговорить в данном видео, это то, можно ли во время игры перепутать мячи, вот эти перепутать мячи, выполнить по достаточно низкому мячу удар, либо наоборот по очень высокому мячу выполнить топ-спин и не ошибиться. Да, естественно, можно. То есть, когда я сказал, что, например, по мячу, который подскакивает на уровень вашей головы примерно, когда я сказал, что по нему выполнять удар более сложный, и что у такого удара будет меньше стабильности, то это не значит, что такой удар выполнить невозможно. Естественно, его выполнить возможно, просто он не будет каждый раз получаться. Но, тем не менее, это сделать можно. И в каких-то ситуациях вы можете выполнить этот удар, он может у вас получиться, если, например, вы не совсем точно определили, что можно по этому мячу делать, удар или докрутку. В то же время бывают ситуации, кстати, такие ситуации бывают и на уровне высоком, когда идет свеча, когда она идет очень высокая, но она заставляет спортсмена, который в атаке отойти немножко от стола, и спортсмен делает следующее. Он немного опускает мяч до уровня комфортного и выполняет по этому мячу топ-спин, хотя мог бы выполнить по этому мячу удар. Это, например, на высоком уровне связано с тем, что удар по свече может быть хуже отработан тому, кто в атаке, ему неудобно выполнять удар по свече. То есть он сомневается в своем ударе по свече, он немного опускает мяч, начинает делать по нему вращение, соответственно, как бы заставляя соперника, который находится в защите, сыграть в более привычный для атакующего теннис. То есть такие варианты бывают. Если у вас произошла такая ситуация, то здесь нет совершенно ничего страшного. Такой элемент может быть выполнен, просто он будет в данной ситуации не максимально эффективен. Но если вы в игре перепутали элемент, перепутали высоту мяча, то ничего страшного, вы можете выполнить это на стол. Просто стремитесь к тому, чтобы у вас вот таких ошибок, как бы стратегических в определении этих мячей не было. Итак, в этом видео мы с вами поговорили о разнице между докруткой и ударом по свече. Напомню, докрутка – это серийный токспин по мячу, который идет примерно на высоте вашей головы, то есть такой более горизонтальный мяч. И удар по свече – это более мощный элемент, который выполняется по мячу, который идет по такой более вертикальной траектории и отскакивает на полметра, и более как бы выше вас вы можете по этому мячу выполнять удар. В следующих видео, как я и сказал, мы поговорим более детально про технику каждого из этих элементов. Пройдемся по положению ног, точки, в которые нужно встречать мяч, наклону ракетки, силе приложения к мячу и так далее. А если вы хотите узнать более подробно, получить более продвинутую информацию по другим элементам настольного тенниса, таким как топспин, таким как подачи, может быть, хотите улучшить свою тактику, то очень скоро мы будем проводить беспрецедентную акцию, посвященную концу спортивного сезона. И во время этой акции вы сможете получить наши продвинутые курсы по самым выгодным ценам, на самых выгодных для вас условиях. Чтобы узнать сроки проведения акции и те условия, на которых вы можете получить видеокурсы, кликните по ссылочке под данным видео, если вы смотрите данное видео на YouTube, то ссылочка есть в описании, перейдите, посмотрите условия. Условия будут действительно очень и очень привлекательные, плюс вы можете получить к этому два очень классных бонуса, о чем я скажу вам прямо сейчас. Дорогой друг, я благодарю вас за просмотр данного видео и скажу вам несколько слов о надвигающейся акции. Мы сейчас находимся как раз на страничке данной акции. Она стартует 20 июня с утра и закончится 22 июня в 23.59 по московскому времени. То есть будет очень ограниченное время идти данная акция и в ней мы для вас подготовили очень интересное предложение. То есть это будут у нас не просто курсы со скидкой, а мы подготовили для вас пакеты из наших продвинутых видеокурсов. На сегодняшний день у нас в открытой продаже 7 продвинутых курсов. Вот они все здесь указаны в левой колоночке. Здесь вот плюсиками отмечены те курсы, которые вошли в тот или иной пакет. Вот, например, берем пакет техника плюс тактика. Всего, кстати, 3 пакета. Как вы обратили внимание, техника плюс тактика и пакет подачи и прием подачи. Например, возьмем пакет техника плюс тактика. Видите, здесь отмечены плюсиками 4 курса, которые в данный пакет вошли. И в чем преимущество именно пакетного предложения? Ну, во-первых, потому что вы покупаете курсы фактически оптом, мы делаем беспрецедентную скидку. Вот здесь указаны ниже цены каждого пакета. И, например, если бы вы покупали 4 курса, которые входят в пакет техника плюс тактика, если бы вы их покупали отдельно, то они бы вам обошлись в 13 480 рублей. Но во время данной акции вы можете купить этот пакет с 50% скидкой всего лишь за 6740 рублей. И такие же очень классные скидки распространяются на все пакеты. Поясню немного, почему мы решили объединить курсы в пакеты. Мы это сделали для вашего удобства. То есть мы объединили курсы в такие пакеты, где информация из одного курса дополняет информацию из другого курса. И в совокупности все это начинает лучше работать на вас. То есть вы получаете более полноценное обучение за очень выгодные деньги, если вы поучаствуете именно в акции с 20 по 22 июня. Как вы обратили внимание, есть у нас еще четвертая колоночка. Здесь это безлимитный доступ ко всем нашим существующим курсам, которые есть в открытой продаже. Плюс доступ к некоторым курсам, которых у нас нет в открытой продаже, не находятся в закрытой продаже. То есть мы их на открытый рынок не выставляем. Плюс это доступ к записям всех занятий мастер-группы. Это порядка 70 часов. Плюс доступ ко всем нашим будущим курсам. То есть если, например, вы просуммируете все курсы, которые здесь есть в левой колонке, то сумма получится где-то порядка 25 тысяч. Вы же за 29 900 можете приобрести все вот эти курсы, которые есть, плюс те курсы, которые находятся в закрытом доступе, плюс все наши будущие курсы, которые будут выходить. То есть вот этот доступ безлимитный, он пожизненный. Это пожизненный доступ ко всем продвинутым материалам онлайн-школы настольного тенниса Артема Уточкина. То есть это очень классное предложение, которым вы также можете воспользоваться, обеспечив себя фактически на всю жизнь самыми продвинутыми материалами, обучающими по настольному теннису. Вот. Значит, дальше хотел вам сказать по бонусам. Если вы пойдете вниз, вот здесь по страничке, то вы по каждому курсу можете прочитать описание. Такое краткое я для вас подготовил. Если спуститесь ниже, то здесь вы увидите информацию по бонусам. Значит, я подготовил специально для этой акции два очень классных бонуса. То есть эти бонусы никто еще не получал. Это свежие бонусы, записанные буквально на днях. Первый бонус – это серия из двух видеоуроков, которая называется «Треугольник. Техника передвижения на тренировке». Здесь я взял базовое задание, которое все используют на тренировке, но рассказал, какие нюансы применять во время тренировки на этом упражнении профессионала. То есть на самом деле тут очень много нюансов, и вот все их вы узнаете из данной серии видео. И бонус второй называется «Скрытые нюансы направлений». Здесь я поднял тему, которая вообще никогда еще не поднималась ни мной, ни кем-либо другим. То есть я здесь рассказываю о том, как лучше читать игру, как будет правильнее читать игру, как вы сможете лучше читать действия соперника, и как увереннее принимать решения во время розыгрыша очка, основываясь на нюансах и на более тонком понимании направлений того, как летит мяч от вашего соперника, как вы можете направлять мяч. То есть очень такая новая интересная тема, которую вы сможете использовать, конечно же, с пользой для себя. Поэтому если вы участвуете в данной акции, если вы приобретаете любой пакет, либо безыменитный доступ, то вы получаете совершенно бесплатно вот эти два классных новых бонуса. Итак, еще раз информация по акции. Значит, акция начнется 20 июня с утра и закончится в 23.59.22 июня. Чтобы перейти на данную страничку, на которой я нахожусь сейчас, и почитать подробное описание курсов, вы можете перейти по ссылочке, которая есть в описании к данному видео, либо сейчас вот здесь вот справа в подсказочке, тоже я прилагаю эту ссылку, можете кликнуть и перейдете на эту страничку, чтобы почитать подробное описание. Ну, а если же вы натолкнулись на данное видео случайно на YouTube и не являетесь подписчиком нашей онлайн-школы настольного тенниса, то вы можете просто пропустить информацию о начале данной акции. Чтобы этого не произошло, опять же, перейдите в описание к данному видео. Там есть ссылочка на наш бесплатный закрытый курс для любителей настольного тенниса. Подпишитесь на этот курс, и тогда вы гарантированно получите информацию о старте данной акции. У меня на этом все. Я благодарю вас за внимание и призываю вас поучаствовать 20, 21, 22 июня в данной акции, приобрести наши пакеты, вот такие импровизированные пакеты видеокурсов по самым выгодным ценам и получить два очень классных бонуса. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин